Долгое время живу в Германии, и в России давно с лошади не была. Раньше я выступала в России, и за Россию у меня был конь изумитель. Я тоже была на нем в сборной. А в этот раз с какими чувствами я ехала, ну, наверное, с интересом. А что будет? Скажем так, характер у нее имеется, и характер довольно непростой. Она, в принципе, очень быстро выучила элементы. Лошадь интеллигентная, но немножко подводит ее голова. Она очень переживает перед турниром и на турнире. И вот с этим мне пока приходится бороться, потому что она действительно очень переживает, и потом такое ощущение, что она просто от переживания устает, и получается какой-то такой симбиоз. Сначала она очень взволнованная, а потом раз и не воспринимает ничего. А здесь было жарко на большом отборочных призе. Веловата была. Все сделала отлично, но веловата была езда, как я уже говорила. Ну, самолетом проще это однозначно, потому что если она ездит долго на машине, и мы где-то разгружаемся, то она потом просто болеет. И поэтому я сразу сказала, что мою лошадь стоит везти в Россию только на самолете. Ну, везли всех на самолете, в конечном итоге. Федерация обеспечила нам достаточно комфортные перелеты, условия. То есть жаловаться не на что. В целом никак не изменится, потому что у нас каждый сезон заканчивается каким-то крупным турниром. Это будет чемпионат Европы, чемпионат мира, или это будут Олимпийские игры. Готовка останется та же. Мы посмотрим в конце сезона календарь. Прикинем так, чтобы лошадь, ну, исходя из нашего опыта, ей нужен один турнир в месяц, полтора месяца. Ну, вот распланируем так, чтобы в Олимпиаде подойти в хорошую форму. Как правило, осенью мы даем сначала отдыхать после главного турнира месяца два, а потом выступаем еще, потому что невозможно делать лошади перероса в восемь месяцев, да, то есть иногда надо вывозить и показывать мир. Продолжение следует...